МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите прямо сейчас, о чем говорят жители освобожденных областей Донбасса. Для них это действительно освобождение, как Великую Отечественную войну 45-го года. Макрон неверующий. Как Старый Свет отреагировал на военную спецоперацию России на Украине? Одно только то, что у тебя в паспорте написано русский, уже является поводом для травли, того, чтобы тебя лишали работы. Нацисты и поклонники. Почему Зеленский вдруг вспомнил про деда-ветерана? И куда на самом деле ведут Украину архитекторы цветных революций? Вот эта нацистская идеология окончательно захватила умы, и носители этой нацистской идеологии окончательно захватили власть. Девятый номер, город и счастье! Будет порад победы! Это город счастья. В конце февраля он был освобожден силами Луганской Народной Республики. И впервые за последние 8 лет здесь звучат песни победы на русском языке. Концерт очень крутой получился. Мы песню «День Победы» 8 лет никогда не слышали. Нам это просто запрещали. Нас готовы были расстрелять за эту песню. Жители не скрывают своих эмоций. Об освобождении они говорят со слезами на глазах. И это слезы радости. Когда увидела ребят, которые пришли, а мы в подвале были, я вышла, говорю, вы кто? А один говорит, а мы, говорит, казаки. Я вообще, вообще потеряла речь. Настолько мне было приятно, настолько мне было... Я была рада. Я не могла даже... Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко давно занимается расследованием преступлений ВСУ в Донбассе. За что и подвергался на Украине преследованием со стороны спецслужб. Его, инвалида первой группы, обвиняли в терроризме и попытке захвата власти. И он, как никто другой, понимает жителей счастья. Для них это действительно освобождение, как Великую Отечественную войну 45-го года, когда солдат освобождал оккупированные территории от немецко-фашистской коричневой чумы. Это связано с тем, что украинская власть и терр-батальоны, нацисты вели себя как настоящие оккупанты. Насиловали, убивали, мародерили, грабили население. О последних восьми годах жители счастья рассказывают по-настоящему страшные вещи. У меня столько нерв в это забрали здоровье, и я... Нельзя такое, я говорю, так же женщина, но мне чужие, как они тоже, все. Я же, я пошла не кем-нибудь, а только снайпером, а я их в сумку, как собак шикала. Потому что на себе знаю, что такое. Айдар, вот тебе угрожали, мы тебе, суку, закопаем, живем, но мы тебе... Так что на себе испытала, что это такое. Сейчас, отступая в СУ, оставляют за собой выжженную землю. Это какой-то кошмар. Да, потому что они, наверное, в старом Айдаре были. В общем, стреляли, квартиры выжили, дома выжили, там страшно. Особенно зверствуют члены неонацистских формирований, отрядов Айдар, Азов, а также добровольческого корпуса «Правый сектор». Потому что это наиболее идеологически замотивированные подразделения. Айдар — это вообще в чистом виде нацистское формирование, построенное на совершенно отличных от нас идеологических ценностях, от нас, от представителей русской цивилизации. В Айдаре и в Азове практикуются неоязыческие культы, борьба с православием, борьба с христианством и такое апеллирование к традициям так называемого «белого братства» во времен Третьего Рейха. Именно эти формирования сегодня исполняют роль заградотрядов. Стреляют в спину тем, кто решил сложить оружие. Убивают беженцев. Препятствуют выезду из города мирных жителей. Неоносысты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранения. Повторю, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий. Но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, тянут время. Или предлагают эвакуироваться через Львов в Польшу. То есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску. А это Мариуполь, где боевики Азова взяли в заложники всех горожан. Когда встает вопрос об организации гуманитарных коридоров, НАЦБАТы делают все, чтобы этих коридоров не было, и используют население как живой щит. Вот буквально в Мариуполе была договоренность открыть гуманитарный коридор, чтобы мирное население вышло. Вышло. Собралось, кстати, достаточно много людей. Объявили НАЦБАТы, что русские стреляют, пройти невозможно. Соответственно, взорвали один из домов. И таким образом сказали, что все расходились по домам. Но всего этого по какому-то странному стечению обстоятельств предпочитают не замечать на Западе. Все боятся и не хотят, и не замечают. И вообще они хотели бы... Европа сильно одрехлела. Европа очень боится принимать ответственные решения. Европа хотела бы посмотреть, чем кончится. Канцлер Германии Олаф Шольц на голубом глазу называет факты преступлений украинских нацистов в Донбассе смехотворными. А президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на фоне украинского флага, делает не менее шокирующее заявление. Эта война мало похожа на борьбу с нацизмом, в которую нас заставляет верить пропаганда. К пропаганде мы еще вернемся. Пока же заметим, что на фоне таких вот безответственных заявлений политиков русофобия в Европе достигла невиданных масштабов. В Германии развернулась самая настоящая охота на наших соотечественников. Им отказывают в приеме на работу в медицинском обслуживании. Из-за угроз и травли дети из русских семей боятся идти в школу. Немецкие радикалы нападают на русские магазины, что заставляет вспомнить совсем уже страшные страницы истории 20 века. Одно только то, что у тебя в паспорте написано русский, уже является поводом для травли, того, чтобы тебя лишали работы, отбирали собственность, конфисковывали и угрожали арестами. С чем связана такая русофобия? На мой взгляд, это в первую очередь нацизм, к сожалению, не был полностью вытравлен ни в Германии, ни в других странах, в том числе в Западной Украине. А депутаты Европарламента тем временем встречают президента Украины бурными и продолжительными аплодисментами. Глава Незалежной наигранно удивляется. Разве можно говорить о каком-то нацизме на Украине? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Последний раз о своем деде Владимир Зеленский вспоминал на выборах 19-го года. Щедро раздавая обещания остановить войну в Донбассе, защитить на Украине русский язык. Вот только ничего этого он так и не сделал. И как факт мы получаем лицо клоуна, лицо дьявола и лицо предавшего человека своего деда, который служил под командованием великого полководца, героя Советского Союза, Жукова, маршала. Это самое страшное. Он уже настолько заигрался, что он начал по костям своих предков ходить, пешком топтаться. Интересно, как бы дед-фронтовик отнесся вот к какому факту. Владимир Зеленский собственноручно вручил государственную награду боевику правого сектора Дмитрию Кацубайло. Личности крайне одиозной. Этот Кацубайло прославился рассказами, как его солдаты кормят волков костями русских детей. А вот еще один факт. На минувшей неделе президент Зеленский подписал указ о назначении главой Одесской области Максима Марченко, экс-командира батальона Айдар. Того самого неонацистского формирования, за которым числятся грабежи, изнасилования, похищения, пытки. И это никакая не пропаганда, что бы ни утверждал Макрон. Факты массовых военных преступлений неонацистов на Украине зафиксированы ООН, а также западными правозащитными организациями. Вот фрагмент доклада организации Amnesty International. Название говорит само за себя. Произвол и военные преступления добровольческого батальона Айдар на севере Луганской области. Мне на голову натянули маску и минут 20 куда-то везли. Привезли в какое-то место, кажется, в гараж и стали допрашивать, требовать, чтобы я сознался, что я сепаратист. Меня допрашивали три раза. Каждый разбили стволами, тупой стороной топора по почкам и другими предметами. Они угрожали отвезти меня в поле и казнить. Через сутки они снова пришли и сказали, что меня задержал батальон Айдар. Евгений, житель Луганской области, Украина. Из доклада Amnesty International 8 сентября 2014 года. А это уже доклад ООН по ситуации с правами человека на Украине. Житель Мариуполя был задержан тремя военнослужащими Азова 28 января 2015 года за поддержку ДНР. Его доставили в спортивную школу номер один в Мариуполе, где его держали до 6 февраля 2015 года. Постоянно допрашивали и пытали. Его приковывали наручниками к металлическому стержню, пытали электрическим током, топили и били по половым органам. Из доклада ООН по ситуации с правами человека на Украине. Февраль-март 2016 года. Международными правозащитными организациями зафиксированы многочисленные факты мародерства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований. В 14-м отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека описан случай группового изнасилования бойцами батальона АЗОВ умственно отсталого инвалида. Еще раз, это документы ООН. А человек, который возглавлял это чудовищное подразделение, стал президентским государственным чиновником, областным главой. Да что там чиновником? Айдар на современной Украине официально считается подразделением вооруженных сил. А АЗОВ, развернутый из батальона в целый полк, официально подразделением национальной гвардии. То есть структурой МВД Украины, правоохранители. И никого не смущает, что официальной эмблемой того же АЗОВа является так называемый Вольфсангель, Волчий крюк, знак, который в годы Второй мировой войны красовался на эмблемах различных подразделений СС. Вот и сегодня украинские неонацисты занимаются ровно тем же, что и их идеологические предшественники 80 лет назад. Потому что эти ребята создавались для убийства и запугивания. Чего мы еще от них хотим? Чего другого мы от них не получим. 5 марта в Киеве сотрудниками СБУ был убит представитель украинской делегации на переговорах в Белоруссии Денис Киреев. Просто по подозрению в симпатиях к России. Несколькими днями ранее стало известно об убийстве мэра города Кременная Владимира Струка. И вот как это событие прокомментировал советник главы МВД Украины. Одним предателям Украина стало меньше. В последнюю неделю он активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов к сотрудничеству с Россией и ЛНР. Антон Геращенко, советник главы МВД Украины. То есть официальное лицо, представитель МВД радуется бессудной расправе над гражданином своей собственной страны. Убийству по политическим и идеологическим мотивам. Есть ли вообще этому хоть какое-то объяснение? Вот эта нацистская идеология окончательно захватила умы и носители этой нацистской идеологии окончательно захватили власть в свои руки на той территории Украины, которая еще не освобождена российскими войсками. Я думаю, что именно под крышей СБУ на Украине существовали и существуют эскадроны смерти. Они могут иметь название как АЗОВ или как С-14, а могут быть безымянными, в которых состоят подготовленные спецслужбами убийцы, которые непосредственно занимаются устранением всех неугодных. В 2014 году, сразу после Киевского Майдана, посол на Украине Джеффри Пайетт согласовал с заместителем госсекретаря США Виктории Нуланд состав нового киевского правительства по телефону. Аудиозапись этого разговора оказалась в интернете. Вопрос с Кличко непростой, в особенности его объявления заместителем премьер-министра. Я думаю, Яценюк подходящий человек. У него есть опыт в экономических вопросах. Это новое правительство немедленно и сформировало из боевиков Майдана, из ультраправых экстремистов первые так называемые добровольческие батальоны, в том числе Айдар и АЗОВ. Я вспоминаю примеры в истории подобного рода. Это где-то средина 30-х годов. Запад полностью поддерживает Гитлера. Интересно то, что журналисты пишут о репрессиях в отношении евреев, причем массированных, о том, что создаются консулагеря в Германии и так далее. Как реагируют западные политики? Они этого не замечают, либо говорят, что это ложь. То есть для того, чтобы дать возможность Гитлеру закрепиться и, соответственно, потом совершить свою, ту задачу, которую, в общем-то, на него. Запад возлагал поход Дранкнархостом, поход на восток. Вот такая же ситуация сейчас возникла с Украиной. Взятый тогда в 2014 году курс на всеобщую бандеризацию и нацификацию стал основой украинской государственной политики. И Запад немедленно ослеп. Перестал замечать преступления сорвавшихся с цепей неонацистов. Поэтому чему-то тут удивляться, ведь это взрастила Европа фактически. Германия, Франция и так далее. Америка, Англия, повторюсь. Именно такая Украина была нужна заокеанским архитекторам цветных революций. А потому и Вашингтон, и Берлин, и Париж теперь лицемерно не замечают чудовища, которые сами же и взрастили. Редактор субтитров А.Семкин